Девушки отдыхают В Пятигорске встретить мужчину с хорошим аппетитом. Со мной приехала моя сестра Галина. Ие 27 лет. Родила от неродевого мужа двоих детей в надежде на то, что он исправится. Но чуда не случилось. И это воровец в Пятигорске. Гордится своими детьми. Мечтает отдать сына в военное училище. За годы одиночества убедилась, что чужие дети никому не нужны. Предупреждает, что возможно больше не сможет забеременеть. Ие не готова вновь связать судьбу с жестоким мужчиной, который будет сидеть на ее шее. Ищет материально обеспеченного молодого человека, который готов стать другом ее детям. Моя любимая подруга зовут Ия Нинидзе. Я ее обожаю. И у меня прям вот Ия, Иечка. Что-то такое очень нежное. Фиалка. В переводе с греческого и грузинского до корень фиалка. Поэтому я так люблю и фиалки. Дорогая моя, 27 лет уже столько успела пережить. Так случилось. Да, я рано вышла замуж. Рано вышла по большей любви. Вот кто виноват? Вот кто ведь и ваши родители были против, и его. Что вас так надирало, скажите? Верила в себя, верила в него. Хотелось быть кому-то нужной. У нее характер стопудово стервозный. Почему? Да, потому что было бюро дело. Как ты определил? Да, горький его жизненный опыт. Его родители были, да, в основном против вас? Его родители были против. Потому что неравный брак считали, да? Да, меня считали немного ниже уровнем по материальному достатку. Но мы не обращали на это внимания. Мы хотели добиться всего вместе, начинать с нуля. Такое понятие семьи, все так должно начаться. Ну, с какого нуля, если жить было негде, и вы пришли в его дом, в родительский? Верно, старт, да, старт родители давали, но капитала, то есть капитала никакого не было. Скажите, дорогая, сразу почувствовали себя нежеланной и нелюбимой в этом доме? Нет, конечно, не сразу. То есть, по-первых, как-то было все гладко-гладко, но потом потихонечку стало нарастать. Все-таки чувство это было неприязнь, не чувствовалось, но неявно, никто никогда открыто не говорил. Послушайте, если пришла, подластилась бы, доброе слово сказала. И они бы сказали, господи, какие мы были дураки, какое счастье, что у нас вот дочка. А еще подластится, они же тихушку-то поженились, благословение не спросили, а потом здрасте, приехали. Типа, вот примите нас, давайте здесь, вот мы уже пришли. А вас здесь не ждали. Ясно. То есть, он вас привел в дом и уже по факту сказал, жена моя? Да, мы уже были женой. Да, и как родители могли? И ничего не оставалось? Он учился, денег не зарабатывал, вы не учились и не работали, да? Я и училась, я и работала, я училась заочно. Ну, денег катастрофически не хватало. А их всегда не хватает. Поэтому муж без денег, родители ему не давали, платили, как говорится, не платили, а содержали едой. Он работал с отцом, помогал отцу работать, и как бы это считалось нашим хлебом. Ну, денег не было, да. Ну, наличных денег, конечно, не было. Поэтому лишний раз и к столу вы стеснялись пустить. Да, это были как раз вот первые поводы для ссор, недопонимания именно вот, потому что я не хотела. Я видела, что мы на шее родителей сидим. Конечно, этого не хотелось. Ну, что, прям объедали? Да нет, ну, не объедали, но все равно это неправильно. Я считаю, мне было тяжело. Хорошо, а что должен был по-вашему? Вот как он должен был прыгнуть выше своей головы? Ну, во-первых, с институтом там небольшая была ситуация. То есть он не мог уйти учиться на заочное, иначе его бы забрали в армию. Этого категорически не хотели. А вы хотели, чтобы он ушел на заочное? Чтобы работать, официально выйти на работу, это необходимо. Ну, тогда родители правы. Вот вы взяли молодого пацана, сбили с толку. Потому что вам не втерпешь, захотелось замуж. А у родителей были другие планы на своего ребенка. Понимаете, Иечка, вы чей-то ребенок? Я на вас не нападаю. Я просто на будущее, если вы смотрите эту программу, молодые девочки. У вас какие-то планы есть? Не без моей, конечно. Ну, мальчик тоже человек. Ой, мальчик тоже человек. Здорово. И хотят его родители для него лучшего. Чтобы оперился, чтобы встал на ноги. А тут вы вот такая прекрасная Иечка. Любой родитель хочет для своего ребенка лучшего. Ну, это естественно. Тем более ему было не 30 лет. А сколько? Мне было 18,5, ему 22,5 было. Ну, пацан. У нас разница в 3 года, да. Мы были очень молоды, да. Безусловно, очень молоды. Он тоже молодой был, еще учился. Что-то они, короче говоря, очень рано не замуж. Амалия? Да, и сейчас не могу до сих пор расхлебать. Из-за чего стали ссориться, а потом и драться? О, они еще и дрались. Так стопудово она его колотела. О, сковородка, наверное. Первые ссоры начались из-за того, что он стал реже бывать дома. То есть стали появляться какие-то дела непонятные мне. То есть институт – это один момент. А потом просто мне надо, я скоро буду. Это работа? Нет, это не работа. Это встреча с друзьями, но очень частая. Я не против гостей, я не против друзей, но все должно быть в меру. Он домой не хотел идти, понятно, если мужчина домой не хочет идти, значит, уже проблема. Он старался к нам пореже кого-то звать, потому что сам хотел уйти из дома. Когда первый раз поднял на вас руку, из-за чего? После чего вы ушли крадить маме? Это что-то было вообще непонятно. То есть там как бы по факту причины как таковой и не было. То есть это вечером очень поздно, а он выпьем, что пришел домой, мы уже спали с сыном. И проснулась от шума, как бы что, где, где что покушать. То есть шум этот гам на кухне. Да, я вышла, говорю, ты что, шумишь, ребенок спит, ты так поздно пришел. А ты вообще где ты, почему меня не встречаешь? Слово за слово, говорю, почему ты должна встречать, ты посреди ночи вообще заболелся пьяный. Избил. Избил? Избил. Короче, там Санта-Барбара отдыхает. А мать его, отец? На следующий день мама видела, что я не выхожу. У нас были разные дома, но это был один двор. То есть вот так. И она видела, что я долго не выхожу, и пришла сама к нам, и как бы меня увидела. То есть ни о чем говорить было не нужно. Что это такое вообще? Вот так случилось. И она что? Естественно, плакать стала, как-то извиняться за него, да что что-то такое. А он? А он спал в этот момент. Он спал. Ну как вы стали выяснять с ним отношения? Будете жить дальше или что? Я ушла. А второй ребенок? Я боялась. Я ушла. Потом... Он стал приходить, ласковый, кроткий. Да, стали как-то отношения возобновляться, потому что он виделся с ребенком, а я не запрещала никогда, я считаю, что это неправильно, общение отца с детьми. Естественно, это как-то как-то нас сроднило. Мы опять стали жить... Нет, мы не стали жить вместе, мы дом достраивались. На тот момент я жила у своей бабушки, ближе-ближе стали общаться. А потом вы заболели, и поскольку у вас одна группа крови, он вам ее дал? Да, я вплоть до реанимации. У меня вот настолько была там серьезная проблема. Немочная беременность? Да. И он меня спас, потому что у него группа крови, которая помогает мне, я потеряла очень много крови, и этим как бы все отношения изменилось. Да, и вы подумали, что этого достаточно, да? Да, что это любовь, этот человек на такой поступок ради меня идет. Я потом-то слышала, видела, что он весь переживал нервничать. После больницы мы стали жить вместе. Жили, болезнь отступила, вы забеременели. Муж обрадовался? Он забрал нас после роддома с дочкой уже домой, говоря о том, что хватит вот этой беготни друг от друга. У нас семья, двое детей, все будет хорошо, все изменится. Я вас никуда не отпущу. То есть прям по-мужски прям поверила. На три месяца. А потом что, опять пьянки, загулы? Потом вообще пропала с дома на несколько дней, как-то вот так, вот так, и я ушла все. Просто... Ну вообще, что вы очень строптивая девушка, понимаете? С двумя-то детьми вот так вот бегать туда-сюда, это только, я не знаю, какую смелость надо иметь-то. Другая бы сидела, бы молчала, бы чего, ну пьяный пришел, ну чего, бывает такое. Спина бы обломила, сказала, ну, мил, ну хорошо, вот тебе, пожалуйста, ну прилегла, вот пока ждала тебя. А вы же как, вы руки в боки и так, а чего? Я тут сама сплю, ребенок маленький, возьми сам иди. Во-первых, ничто не оправдывает, мужчина не должен поднимать руку. А пьяный? Нет, ни в какой ситуации. А потом сколько он заглаживал за вину-то? И согласитесь, что практически поровну и вашей вины, и вины вашего мужа. Да, безусловно, не бывает так, что один виноват в отношении. Нет, кто-то бывает больше, кто-то меньше, но в вашем случае вы, девушка, тоже наколбасили. Ну ты знаешь, она тоже будет отстаивать свое я. Это, с одной стороны, мне не нравится немножко. Да, девушка не должна быть там, как овощ, но... Ну она свое я отстаивает, но я считаю, что она молодец. Это правильно. А на что, в принципе, надеялись, выходя замуж за молодого студента, что у вас что будет? Вот когда вот выходили замуж, тайно? Думали, что что? Наверное, об этом как-то не думалось. Чтобы вот именно какая-то стабильность по полочкам разложена. Откуда она будет? Возраст, что нет опыта, не на что опираться, и все кажется облачным, красным. Понимаете, когда нет опыта, тогда нет претензий в молодости. У вас опыта не было, но претензии уже были. А жить хотелось хорошо. И сейчас хочет хорошо, правильно? Вам же нужно обеспеченный мужчина. Ну а как? А куда она с двумя детьми? Сейчас в каких отношениях с мужем? Мы не общаемся. Почему? Он не хочет. Свекровь меня просит, чтобы мы не общались. Свекровь просит, чтобы не общались? Да. А Свекровь с детьми видится, с внуками? Ну конечно, конечно. Она мне очень сильно помогает, каждую пятницу забирает мои детей. Но при этом Мага просит, чтобы с сыном не общались? Чтобы я не контактировала, абсолютно не так. А как она это объясняет? Потому что опять вернется. Понимаешь? Любит. Паде. А мать понимает. Чего? Ну честно. Ответьте откровенно, если знаете. Почему Свекровь настроена против вашего общения? Она считает, что мы не пара. И возможно, если мы будем общаться, то возможны какие-то варианты продолжения данного всего. А она, наверное, хочет другую партию. Я считаю, что это ее позиция, да. Ей надо мужчину лет 40-45. Давайте, Ичка, вскроем проблему, которая в вас. Для того, чтобы вы были счастливы в следующих отношениях. Галь. Мне кажется, у Ии очень взрывной характер. Это ее основная проблема. Вот смотрите, если, например, человек видит, что его взрывной характер мешает строить отношения. Он что? Он как-то берется за ум и начинает в себе что-то корректировать. Правильно? Да. Это умный человек. А глупый говорит, любите меня такой вот. С таким характером. Да никто не хочет любить. Все хотят нежных, кротких, понимающих, сострадающих. Как будущее свекровь скажу. Я готова передать, объяснить, рассказать невестке будущее, как любить надо и так далее. Но если она отдавает моего сына, я все сделаю, да, от внуков не откажусь. Но такой невестки рядом не будет, найду другую. Вы же не подвластились никоим образом. И она же явно видит, что сына не любите, не хотите, не принимаете, используете его, пользуетесь им, как он на шнурке его, то вперед, то назад, то вперед, то назад. Ну что же это, какое материнское сердце это выдержит? Знакомое чувство. Галочка, ты-то откуда это знаешь? Мозги. Мозги? Мозги. Галочка, как вы считаете, в какой ситуации им, может быть, счастливы и с каким мужчиной? Кого сегодня будем искать? Самое главное, самое первое для нее, чтобы мужчина полюбил ее детей. Ой, с чего это вдруг? Мужчина должен полюбить сначала женщину. А когда он поймет, что он без этой женщины жить не может, дети уже будут. Для нее это очень важно, очень важно. Вот, вот, вот. А потом женщина к нему принесется. Когда, понимаешь, если любишь женщину, то примешь и детей ее, и кошек, и собачек, и все остальное. Но впрочем, животных и уход за детьми. Ответственность. А вы здесь, да, решили уже жить? В Москве? Нет. Мы какого, уже никак-то. Московского или Пятигорского? Ну, лучше Пятигорского, наверное. Слушайте, не прикажешь. Я, например, считаю, что и нужен мужчина взрослый. Уверена в этом. Вам нужен мужчина старше вас. Значительно. И непробиваемый, как скала. Он должен быть даже где-то немножко жестковатым. Потому что, я не хочу сказать жестким или жестоким, но жестковатым. Потому что в ответ на вашу энергичность и в ответ на вашу дотошность, потому что вы умеете быть дотошной к деталям цепляться, скажем прямо, он должен противопоставить этому и возраст, и опыт, и определенное спокойствие. Да, мужчине нужны крепкие нервы для того, чтобы выносить женщин, мало того, что огненного характера, еще и женщин с Венеры в Деве. А вы постарайтесь, пожалуйста, не быть женой-пилой. Потому что, к сожалению, в вашем характере многое заложено для того, чтобы вот этот сценарий реализовать. И Дева? Нет, она Лев с Венеры в Деве. Люди с Венеры в Деве – это особый класс людей. Это люди, которые не способны своему партнеру простить ни единого недостатка, даже самого мелкого. А себе? Да. Ну, себе, особенно Лев, легко прощает большое количество вещей. Но, естественно, возникает определенный диссонанс в отношениях. Огонь. Огонь. Это не... Львица, значит. Мы друг друга там загрызем. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поживнемся» на студии ИЕ. Встречайте, первого жениха. Удача. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Очень приятно тебя видеть. Очень хорошо выглядишь. Спасибо большое. Давай пообщаемся. Думаю, поймем друг друга. Друга. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, с кем вы? Мой друг, брат, Ютгар. Спасибо. Давайте на нас посмотрим. Сергей, 29 лет. Арт-директор в ночном клубе. Гордится своим 7-летним сыном, мечтает проводить с ним больше времени. Считает, что в семье мужчина должен зарабатывать деньги, а жена может полностью посвятить себя воспитанию детей. После 7 лет гражданского брака супруга Сергея отказалась выходить за него замуж и давать их общему сыну его фамилию. Надеется, что ИЕ не разобьет ему сердце. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам 29 лет? Да. Я бы лет 40 дала бы. Спасибо. Нет, ну это... Мне еще столько никто не давал 40. Он очень взрослый выглядит. Ну это что, плохо, что-то? Потому что он лысатый уже, видишь? Да. И седоватый уже. Седой волос, да. Нет, ну правда, это что? Что за жизнь вы такую кружили? Да, ой. Нормальная жизнь, бурная, буйная. Я думаю, что мы иногда на пенсию выходим. Ну, сейчас поженимся и пойдем. Хватит, хватит моего друга. Пенсионера записывать. Нет, для мужчины это не комплимент, не хула. Ну просто странно, это правда. Может, сидел? Нет, шатный. У вас все лысые, все сидели. Сергей, это обычно женщина мечтает выйти замуж и козыряет беременностью, и шантажирует мужчин. А ваша наоборот, как только забеременела, сразу же... Да, у нас там на самом деле такая история, что... Отказалась. Нехорошая. Видимо, я как-то вот... Ну я всегда был в поле подозрений всяких. Чем же вы так прогневались-то? Изначально у меня была работа, я работал личным водителем, ну и, естественно, там я возил... Ненормированный рабочий день, да? Ну это само собой, ну и, естественно, там нужно было людей возить по клубам, там, по ресторанам. Она это знала. Подозревала, ревновала. Естественно, она меня подозревала постоянно, да. Кстати, когда мужчина или женщина, неважно, работают по ночам, они стареют в два раза быстрее. Это факт, который подтвержден аргументами. Ну и были, конечно, там не столь добрые языки, которые все ей говорили, что вот... Сереж, ну смотри, ну жила с вами, жила, забеременела от вас, забеременела, даже родила. Да. Ну так а почему же... Все было хорошо, на самом деле. Ну, обычно, как бы, семья... А что ж ты женились? Были и маленькие, и ссоры, там, ну, обычный быт. А предложение делали ей? Естественно. Ну, естественно, ну, у нас был такой момент, мы жили... Ну, она сначала решила получить квартиру, как мать-одиночка, да? Да. Вы согласились? Ну, почему нет, если есть возможность что-то оторвать? Когда получили квартиру, и, естественно, я сказал, давай, надо расписаться, ребенка усыновить, все как положено сделать. То есть, на что я услышал, что, слушай, давай жить так, вот как есть. Я говорю, то есть, сожителям? Ну, наверное, да. Я говорю, ну, меня это не устраивает. Конечно, нет. А имя дали ребенку, фамилию свою? Имя, фамилию, нет. Сказали, что фамилия у вас некрасивая, да? Ну, видимо, да, не понравилась фамилия моя. Сереж, а вы, извините, а вы видитесь с ребенком? Она не запрещает, что вам общается? Да, конечно, видимся, но есть немножко такие ограничения. Ну, слава богу, сейчас все наладилось, видимся, да, с ребенком. Чем могу, помогаю, естественно. То есть, я не допускаю того, чтобы ребенок меня не знал, или... Участвуйте в воспитании. А что за ограничения-то? Какое она имеет право запрещать родному отцу, ни наркоману, ни алкоголику, видеться с своим собственным... Ну, видимо, есть своя какая-то выгода, наверное. Сереж, вы знаете, у нас женщины привыкли в Советском Союзе, в бывшем, гулять по буфету, потому что суд всегда был на стороне женщины. Да, дело в том, что... И это генетически передалось. Дело в том, что... Потом, как детьми продают. Дашь денег, увидишь ребенка. Не дашь денег, не увидишь ребенка. Это же отвратительно, на самом деле. Вы имеете все права. Неужели за деньги можно и ребенка убить? Бывает. Мы, в принципе, почему-то и ругались, наверное, из-за тяжелых моментов. Были переломы, как, наверное, и у каждого нормального человека. И была работа, были моменты, и не было работы. Но никогда я не сидел там или лежал на диване и плевал в потолок. Такого никогда не было. Я всегда стремился зарабатывать. Что и вы зарабатывали, и приносили. Что мог, я делал. Что было моих сил. А ей все было мало? Ну, наверное, все-таки ей хотелось больше. Да, естественно, раз мы ругались на этой почве, да. А денег всегда мало, как говорят. Ну, денег, да. Ну, сейчас-то у вас хорошо, крутые номера. Сейчас, слава богу. А вот двое детей как? Жизнь налаживается потихонечку. Двое детей? Сразу прямо? А что, если дети есть у человека, значит, что она никому не должна быть нужна? А вам? Вы знаете, как одна девушка, но она, правда, у меня за спиной сказала это, это к ее счастью. Типа говорит, у него ребенок есть, зачем мне это? Я сказал, потом уже ей в глаза, когда я это узнал, я ей сказал, слушай, милая, не дай бог тебе оказаться в моей ситуации. И не дай бог, чтобы тебя ребята так же тебе говорили, что у тебя есть дети, значит, все, тебя можно списывать, что ли? Ну, мне как-то девушка одна заявила, что, типа, у тебя ребенок. Ну, у него это ребенка нет, как такового, он мама. У меня еще тоже, когда еще жена жива была, жива была, жива сын, тоже, что ребенок, и негативно реагировали, типа, большой взрослый ребенок, типа, зачем это, ну, что не сможет принять ребенка, допустим. Я честно признаюсь, пока вы не ушли в комнату, я не хочу в спину задавать вопрос или свое предположение говорить. Я хочу задать этот вопрос вам в лицо. Вы зачем невесте подмигивали? Друг. Что делал? Вы только что подмигивали невесте, но не только что, а когда было начало разговора. Как ты мог? Я так поздоровался. Я так поздоровался. У нас нет международных никаких сомнений. А вам сколько лет? Двадцать пять. Ну, не знаю, вероятно, у нас разные представления о норме. Просто это зачем? Или так принято? Это точно, что у нас разные представления. Потому что он знает меня. Подмигивал. Да, он знает меня, я знаю его, у нас нет абсолютно никаких сомнений, я просто не буду вам привет, я не его так сделал, если вы заметили, я с улыбкой его так сделал. Я не видела. И я, как я сделал, скажи, пожалуйста. Все, как ты говоришь. Нормально сказал? Нет, мне ничем это не оскорбило. Хорошо, если так, если вы согласны, окей. Я думаю, у нас примерит сюрприз, который вы покажете. Спасибо. Как вам жених, Галь? Понравилось. Чем? Спокойный, уравновешенный. Ну что, какие впечатления, брат? Что? Хорошее впечатление. Хорошая девушка. А вы, Ильичка, как вам жених? Замечательный, Сережа, человек. Он умеет разговаривать, он может отстоять свою позицию, это было видно. Чувствуется мужская, мужской стержень. А мне кажется, что Сергей более чем нужно жесткий в отношениях. Мне кажется, Сергей из тех мужчин, которые вот посчитают, что вам надо это знать, будете знать. Но в большинстве случаев нет. Я все-таки не соглашусь с вами до конца. Конечно, к Сергею вопросов много. Но, во-первых, парень неплохой при всей его жесткости. Слишком жесткий, наоборот, я мягче себя еще не знаю, никого тут слишком жесткий. Внешне, психофизически, это примерно тот тип, который я могла бы увидеть с вами рядом. И он женщина активных, бойких, боевых, тоже, в общем, любит. Поэтому я бы вас видела вместе. Спасибо. Молодец, хоть кто-то за нас, да? Да, двое детей препятствия. Да, шлейф, который за ним тянется, тоже вызывает сомнения. Но вместе можно было бы попробовать. Вызывает сомнения, наверное, друг Эдгар, да? Будет подмигивать. Давай поженимся теперь ваше мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. Вы теперь давай поженимся, у нас в студии Ия. Встречайте второго жениха. Здравствуйте, меня зовут Роман. И должен сказать, что живьем вы гораздо милее, чем на мониторе компьютера. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Здравствуйте, Роман. Вы с дочкой. Дочка зовут Диана. Дочь Диана, да. Привет. Здравствуйте. Давай с нас посмотрим. Роман, 40 лет. Журналист и радиоведущий в Челябинске. Признается, что заграничным морям предпочитает местные озера. Гордится тем, что в его библиотеке есть полное собрание сочинений Стивена Киллера. Предупреждает, что много времени проводит с дочерью. После 11 лет брака влюбился в замужнюю коллегу и ушел из семьи. Но его любовница так и не решилась на развод. Надеется, что Ия не сочтет его слишком легкомысленно. Почему с дочкой от решения девочки будет зависеть и ваше решение остаться с женщиной или нет? Нет, нисколько. Я думаю, что дочь меня в любом случае поддержит. В любом случае. В любом случае. В любом случае. Просто мы очень много действительно времени проводим вместе. А сколько ей лет? Восемь. У нас и творческие тандемы. В общем, мы очень много общаемся. А мама? Мама тоже принимает участие. Разумеется, мы воспитываем ребенка вместе. А дочка в курсе вашей истории любви? Ее не будет смущать история? Я думаю, что нет. Итак, вы живете, у вас общий ребенок, с женой все прекрасно. И вы влюбляетесь в коллегу по работе, в замужнюю, с ребенком, с двумя. Если бы было все прекрасно, едва ли бы я действительно подорвался с места, потому что с этой женщиной мы знакомы уже 17 лет. Это половина ее жизни, треть моей. С этой женщиной, с матерью? С бывшей женой, с матерью моей дочери. Я не настолько легкомысленный, чтобы действительно сорваться, просто так убежать к другой женщине. А что не устраивало в отношениях? У родителей моей жены, у мамы Дианы, сложилась очень серьезная ситуация в семье. У ее отца отняли бизнес. А моя супруга, она, естественно, очень сильно это переживала. И в какой-то момент, видимо, приоритеты ее сместились. Ей было важно, чтобы у родителей все было хорошо. Здесь я как-то отошел на второй план, видимо, в какой-то момент. И меня это очень сильно расстроило. Второй момент. Я жил все-таки на чужой территории, потому что наши квартиры подали родители. А вы жили на ее территории? Почему она смела вас шантажировать и говорить, что в случае чего пустит вас с одним чемоданом, будьте там в подъезде? Для меня это тоже загадка, потому что мы достаточно много оба вкладывались в это жилье. То есть, может быть, не финансов. С юридической стороны. С юридической, конечно, формально она права. Нет, а в каком контексте она это говорила? Чего она вас собиралась выгонять? У вас уже были к тому моменту плохие отношения? Да. Ну, так складывалось. При какой-то серьезной ссоре, да, мне напоминали, что здесь твоего мало чего есть. Он такой маленький. Ну, как раз. А что, будет руководить? А что, как раз? А что, смотри, будет нормально? Ну, я подустал уже и психологически. Мы не то что влюбляемся. Мы начали общаться в интернете. Она работала там, откуда я ушел. Слово за слово мы поняли, что, в общем, нам друг с другом интересно. И в какой-то момент все это переросло в нечто другое. Он его узнал как? Муж ее поймал просто. Ну, это ваша жена, да, позвонила, наверное, ему? Нет, нет. Уж потом они начали общаться вместе. Но он даже накостылял вам. Достаточно серьезно они за нас взялись, да, с двух сторон. Это называется операция «Возвращаем своих половин». Ну, это вас не остановило? Нет, это нас в какой-то момент друг от друга оттолкнуло на достаточно продолжительное время. Но потом... Смотрите, а потом она забеременела от мужа. И вы ведь как любили, что согласились подождать, когда она родит и вернется снова к нам? Ну, это был тяжелый день. Много слез. Я сказал, ну что я могу в этой ситуации сказать, кроме того, что... Ну, я возьму вас троих ребят. Вот она рожает ребенка своему мужу, у них налаживаются отношения, и он ей все прощает, да? Видимо, да. А мама Дианы не ждет вас обратно? Нет? Для меня это загадка, хотя мы действительно тесно общаемся, и по всем самым разным поводам. А тесно это как будет? Тесно-тесно? У нас общий ребенок, мы живем рядом. Я далеко не выезжал, чтобы иметь возможность и в школу ее водить куда-то, и вместе время проводить. Но мама знает, что вы приехали к нам на программу вместе с Дианой? Да. Она даже помогала Диане собираться. Она знает. Высокие отношения. Ну, по-разному все складывается у людей. Приятно то, что вас не пугает яичко с двумя детьми. Есть какие-то вопросы друг к другу? Да, я хотела бы задать вам вопрос, ситуацию, хотела бы послушать ваше мнение. Представьте себе, что вот ситуация муж и жена, все отлично, у них долгие и крепкие отношения, у них дети. Жена не работает, она воспитывает детей, и вдруг мужчина, муж теряет работу. Ну, так бывает. Жена, то есть, его успокаивает, поддерживает. На время того, пока ты ищешь другую работу, я выйду по работе, в этом нет ничего страшного, все будет в порядке. Как вы себя видите в этой ситуации? Что делать? Я был в такой ситуации. Даже так? Да, абсолютно в такой же ситуации. Действительно, я рискнул своей литературной карьерой, оставил очень хорошее место работы. В результате и литературная не пошла, и прежнее место. То есть, я остался не у дел в какой-то степени. Жена работала, достаточно хорошая у нее профессия и доход. Я взял на себя ребенка, утром в садик, вечером из садика. У нас миллион кружков был, в общем, по дому, работа. Вы такой домохозяином стали? Да, да, потому что я никакой домашний... Потому что была такая ситуация. Ты знаешь, чего ему не хватает? Ну, не хватает, во-первых, энергии, да, вот, энергии такого мужского по столу. Мужского я не хватает, да, чтобы дал, чтобы сидеть, цыть. Вы разве не считаете, что вы, как женщина, тоже можете внести свой вклад в садик? Я считаю, что женщина вообще всегда должна работать. Декрет посидела дома полтора года, все, должны работать двое. Ой, ребята, все по-разному складывается у всех, все по-разному. И что-то у вас в голове прям по какая-то мешамина. Мы разберемся попозже, а пока посмотрим на сюрприз. Интересно, что он ей приготовил. Небольшое театрализованное представление под названием «Похищение невесты». Похищение невесты, обалдеть. Куда ее выносить будут? Дочь. Да, папа. Ты ее видишь? Вижу, папа. Что скажешь? Надо проверить. Вперед. Она ее пытает сейчас будет? Да, допрашивать с пристрастием. Тортики умеют печь, умеете тортики? Печь умею. Мультики любите смотреть? Обожаю мультики, обожаю. Любимое время года? Лето. Ну что, берем? Как скажешь. Как же вам? Рано, 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 не отпускаемся. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо, вы можете поражать с вами. Спасибо. 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 Отстрелялись. Про нарушники забыла. Да. Что скажете, похититель невест? Здорово. Интересно очень. Очень интересный мужчина. Такая творческая личность. Один нюанс. И не приемлет домохозяев. Да он и не был домохозяином. Или он рассказал, что у него в жизни была такая ситуация. Сколько она была? Месяц, два, три он не конкретизировал. И в это время он не спивался, не лежал, он занимался ребенком. Вы видите себя рядом в этой семье? Нет. Почему? Я считаю, что он не вышел еще из прежних отношений до конца. И настолько плотно общается с ребенком, говоря о переездах каких-то. Это не будет этого. Так нельзя. Он не разорвет. Он не возьмет в Челябинск. Я не думаю, что я буду за ним, как за каменной стеной. Спасибо за откровенность. Роман, хороший ты мужик. Послушай, в 40 лет уже с нуля не начинает. У тебя дочка хорошая. Жена поди там тоже, ничего не сложилось это. Вот надо все соединить, это дело. И жить все хорошо, и добра наживать, собственно говоря. Поэтому нет, я вот отговаривал бы Романа, бы от вас. Как тебе это предложение? Вот соединить. Довольно прикольное. Я боюсь, что сам Роман уже не будет готов вернуться в это. Потому что он как человек, у которого Солнце соединяется с Юпитером, человек, в общем, больших амбиций. Ему будет не просто забыть те обиды, которые были нанесены, если они были глубокими. Он действительно серьезный. Я считаю, что он правда вам подошел бы. Тут и разница в возрасте, тут и спокойствие определенное. Единственное, что я вижу настоящей проблемой, это действительно дочь и его желание быть с ней рядом. За которой невозможно его никак ругать, порицать. Это здорово, это классно. И для вас, двумя детьми сниматься, ехать куда-то, это все-таки риск. Ты, говорят, проблема. Ты счастье, а не проблема. Я предлагаю и встретиться с третьим женихом. Проходите. Привет. Меня зовут Александр. Ты мне очень понравилась. Вживую ты намного лучше. Продолжим наше знакомство. Спасибо. Проходите. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Третий красот. Меня Полина, моя подруга. И Вера. Мы с ними дружим очень давно. Просто сталкивались когда-то по работе. Правильно. А Полина, можно даже еще ниже опустить молнию, потому что именно так нужно приходить и сватать своего друга. Обязательно. Смотри, я опустил ее. Молодец. Без комплексов. Правда, вам это очень приятно, я думаю. Давайте нас посмотрим. Александр. 25 лет. Владелец и основатель необычной клининговой компании. Предупреждает, что его не стоит ревновать к работе. Признается, что привык командовать людьми и поздно ложиться спать. После гибели жены Александр воспитывает семилетнюю дочку. Пробовал вновь обрести семью, но избранницы заявляли ему, что чужой ребенок для них обоза. Надеется, что и не пугают трудности. Ну, я не могу представить, в чем необычность клининговой компании. Но это уборка, мойка. Это уборка топлива без интим услуг. О, паньки. А вы как там? Наверное, Полина-то... По груди выбираете по размеру? Вы работаете у него, да? Нет, она у меня не работает. Полина руководитель крупной компании. Нет, Полина, она руководитель другой компании. Тряпка махать не может. Слушайте, вы зря иронизируете. Вы знаете, мне подруга рассказала, есть такие компании, где мужчины обнаженные. Да ладно! С обнаженным торсом тоже. Вы представляете, как нужно мужчин ненавидеть, чтобы а. унизить. Это уже, когда к тебе приходит мужчина, занимается уборкой, и б, чтобы его разделить догола. А вы у себя дома сам убираетесь или девчонки приходят? Дома сам убираюсь. А что так? Глаз уже замылился? Да. Скромненький вроде, да, казалось бы. А такими девичками, да, занимается? Девичка, если сложится, у вас будете ревновать вот к такой работе? Возможно. Квартира у вас большая? Однокомнатная. Александр, вас не пугает наличие двоих детей у ИИ? Потому что они считают, что кому она нужна с детьми? В принципе, дети не помеха, скажем так. У меня был опыт девушки с двумя детьми, как бы. Я детей люблю, поэтому в этом ничего такого нет. А что там у вас не вышло, почему? С последней отношения с детьми, вот у нее тоже было двое детей. Суть в чем в итоге? Она была замужем, они развелись. И потом, когда мы сошлись обратно, она мне сначала рассказывала, какой муж нехороший, там все летели и так далее. А потом начала, смотрю, с ним переписываться. Типа, мы обсуждаем детей. Ну, так как я не первый день живу, скажем так. Ну, и раз в лес проверил, если честно говоря. Ну, увидел, что они дети. Оказалось, что слишком теплые у них отношения, да? Да, пришло. А у вас ведь тоже есть, да, свои дети? Да, у меня есть дочка, 7 лет, Жанна. И вы воспитываете ее один? Ну, с бабушкой. Трагической ситуацией там была, да? Жена погибла. Ну, да, они разбились на машине с подругой. А дочка с вами живет? Сейчас с бабушкой. А вы где сами-то живете? В Санкт-Петербурге. А вот жену, если жена будет жить? Ну, что, будет жена жить с детками, а в Пятигорск будете ездить отдыхать на дачу? Ну, в принципе, почему нет? То есть все решаемо, у вас это не сильно. А то, что взрослая, на 2 года старше? Ну, скажем так, у меня все девушки взрослые, ровесниц не рассматриваю. То есть вы легкий пути не ищете? А в чем легкий? Если она моложе, вот сколько было девушек. Ну, у них какая-то тусня, еще что-то вот это. А я занят работой творческой. Ичка, вы ревнивая, вас вот не раздражает, например, Полина, Вера? Полина такая вот. У меня есть какие-то подозрения. Да, что, возможно, были когда-то отношения иного плана. Возможно, были дружбы между мужчиной и женщиной и четонкой. Я, например, не верю. Между девушкой и мужчиной есть дружба, как ты считаешь? Я? Веришь? Я не верю. Никогда не верю. Может быть, изначально, да, там что-то как-то. А потом... Я хотела бы тоже спросить про ревность. Насколько ты ревнив? Я сейчас уже не так ревнив. В молодости я был очень ревнивым, таким прям... А вас ей к кому ревновать-то с двумя детьми? Меня. Огненный знак. Вы что, глазки что ли строите кому-то? Не строю, обращает внимание мужчина. Конечно, симпатичная, стройная. Ну так не заигрывайте с ними. Я не даю повода. Взаимностью? Я не даю повода, как бы, ну, там, я в отношениях ни с кем сразу не вступаю, но элементарно там я могу повернуться, то есть какая-то элементарная вежливость. На улице на меня посмотрели, я тоже посмотрю, я не прячусь, по ронжу не одеваюсь. Элементарные вот такие вот вещи. А назови, пожалуйста, хотя бы пять своих недостатков, которые ты считаешь у тебя есть. Хотя бы пять? То есть вы все-таки верите, что у нее их больше, чем пять? Ну, начнем с пяти. Вспыльчивый характер у меня. Я ревнива. Я собственница, наверное, даже так скажем. То есть мужчина должен быть моим. Я должна это чувствовать. Мужчина может общаться, это нормально, видеться с кем-то, работать, но я должна чувствовать, что это мой мужчина. И я из недостатков, я дзевчевая очень. Многие люди этим пользуются. Ну, считаю это недостатком. Иногда это мешает. Четыре? Три. Достаточно? Три. Ой, мамочки. Что ж еще будем? А вы свои, наверное, назовите. У меня очень ужасный характер. Ну, назовите пять. У меня очень ужасный характер, это раз. Во-вторых. А в чем ужас? Как это объяснить? Я натура маленько творческая. И когда вот я чем-то занимаюсь, и меня кто-то начинает отвлекать, я могу рыкнуть. Я тебя понимаю. Художник, брат. Плюс я очень упрямый. Александр, вы искренне не видите трудностей в том, что и может еще быть счастлива? Да, по сути, а в чем сложность? В наш 21 век на дворе у всех есть дети, но не сошлись там с кем-то, с мужем, еще с чем-то. Взяли, сошлись, встретились. Ну, то есть по поводу ответственности с вами говорить не надо? Вы все понимаете? Да, я это все прекрасно понимаю. Хорошо, тогда сюрприз покажите. По большому счету, он как бы искренне, да, все про себя сказал? Про то, что у него есть недостатки, да? Я не танцую, не пою. У меня нету никаких таких способностей еще что-то рисовать. Я решил подойти более, так сказать, по-хозяйственному. Ну, то, что нужно и всегда пригодится. Первое, я знаю, что у тебя двое детей. И знаю, что мальчик пойдет во второй класс. Ему, я думаю, понадобится вот такой вот портфельчик. Предусмотрительный, да, какой? Молодец. Для красавицы-творчики я его, конечно, вживую не видел. Не знаком, но думаю, она очень красивая. Ей очень понравится вот это платье. Потому что девочки очень любят. Какой молодец! Также мальчики очень любят играть в всякие игрушки. И знаю понаслышке от знакомых, у кого мальчики, что они любят вот таких вот человечков из мультиков. И пусть он в нее играет, и она всегда будет рада. Также, так как у меня девочка, я знаю, что они любят кукол. Думаю, твоей понравится вот эта русалочка. И она будет сверху, да. Да, она будет очарована, спасибо большое. Прям задарил, да? Ну, честно сказать, женщинам это нужно. Ну и самое элементарное, это те же сладости, сам сладкоежка. Немного даже и заметно, что он сладкоежка. И на этом все. Спасибо большое. Молодец, Александр. Проходите в свою комнату с подружками, проходите, молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, ты молодец. Умничка. Она оттаяла. Я в шоке. После твоих подарков. У нее даже в руки ничто не входило. Как можно женщину, да, через детей расположить к себе? Будем терпеть многое, когда будем видеть, что наши дети нужны и наших детей любят. Не знаю, меня это, например, вот трогает до слез. А как вы? Молодец. Здорово. Короче, пока он под впечатлением, собственно говоря, вот прямо на волне, надо брать его теплым, пока не очухался. Главное, чтобы ты не стал первым, он же и последним таким вот сюрприз. Так тоже бывает. Мужчина как бы тебя поманит сначала, она обещает тебе в виде вот этих сладостей. А потом скажет, все, я тебе подарила. Ну, очередь тут не выстроилась, Ларис, поэтому надо брать, молодой. Я знаю, что она к нам зайдет. Вот сто процентов. Василиса, улыбаешься как-то, не знаю, хороший знак, плохой. Не хотелось думать, что нас купили, правда? Ну да, хотя все равно действительно приятное впечатление. Он и как человек произвел очень приятное впечатление, хотя непонятно, чем расположил к себе. Вот, кстати, это харизма и обаяние стрельцов. Они к своей цели мчатся, всех затаптывают по пути, но при этом их так любят окружающие, совершенно непонятно за что. На Сашу смотришь, сразу видно, добрый, душевный человек. Это мы еще не рассказали, как ты вкусно готовить умеешь и любишь это делать. Но у вас знаки стрельца Сатурна и уран, который делает квадраты к седьмому дому. Это значит, что с людьми этого знака отношения могут быть не самыми простыми, в силу того, что они будут вас пытаться менять, ограничивать, под себя переделывать, в общем, напрягать всячески. Поэтому я бы сказала так, отношения в общем возможны, но простыми они совершенно не обещают быть. А у кого они простые, да? Ну знаешь, ты знаешь, я человек достаточно мягкий, поэтому когда я говорю отношения непростые, это значит, ого-го, держись. Маша, зачем ты сказал, что у тебя ужасный характер? Точку, а что говорить, сколько есть? Ужасный у меня характер. Очень скоро мы узнаем, кого из трех претендентов выберет наша невеста. Оставайтесь с нами. Галочка, советуйте. Пусть попробует с Сашей. Саша, как тебе невеста? Ну, первый взгляд что-то лукавит, не договорит. Характер у нее нелегкий насчет того, что она очень ревнивая. Это факт. Да, Иечка, я тоже вам советую попробовать с Александром. С Александром попробуйте. С Александром. Но и над собой нужно все-таки как-то работать, трудиться. Давайте меняться. Никто не обязан нас любить вздорных, с плохим характером, не сдержанных. Давайте взрослеть. Хорошо? В оба огненные знаки. Это уже хорошо. Вы знаете, если бы вы были бы одна, экспериментируйте как хотите. А у вас двое. Понимаете? Как мать. Поэтому здесь никаких экспериментов ни с кем делать нельзя. Категорически. Просто категорически. Станьте хорошей матерью прежде всего. Раз взяли ответственность, берите, держите ее, несите эту ответственность. А мужчина, ну, пускай он там по ночам, потихонечку приходит к вам. Это мудрые слова, Гарри. Вот, поэтому она к тебе и придет, я и говорю. Если она здравомыслящая женщина, то она придет точно к нему. А папа уже есть. А что делать, Лариса? Счастливые матери только могут быть счастливые дети. Если женщина не счастливая, с затравленным взглядом, и по ночам к ней ходит какой-то дядька, это отвратительно, это безнравственно, и ни в коем случае так жить нельзя. И что она будет экспериментировать. Вы никого не убили. Познакомьтесь, Александр. Познакомьтесь, трома. Вы никого не убили. Вы законопослушный человек. Вы не совершили никакого преступления. Просто вам по молодости лет мама не подсказала, вы ошиблись. Вы имеете право на счастье. И если я вам советую, Александр, это не значит, что вы завтра соберете детей, чемодан, и переедете к нему в Питер. Нет. Но пробовать нужно. Вы имеете, детка, право плачьте. Вы живой человек. Вы имеете право рожать еще детей, быть счастливой. Вы уже многое про себя поняли. Понимаете? А в 27 лет обрекать себя на то, чтобы тайком получать какие-то крохи от мужчин. Зачем? Что вы такого сделали? А потом старости. Что вы такого, детка, сделали в жизни, чтобы вас толкать на этот отвратительный путь? Нельзя. Не слушайте розу. Нет. Я тебе говорю, она красивее, когда вблизи. Она нас околдовала. Она вас околдовала. Я понял. Своим взглядом. У вас очень хорошее лицо. Вот сейчас просто... Поэтому... Да, милая. Поэтому держитесь. А что вы хотели? С Александром попробуйте. А звезды? Если хотите отца детям, то Роман. Если хотите мужчину себе, выбирайте между Сергеем и Александром, которые понравились. Как ты? Если она, допустим, зайдет к тебе, ты выйдешь с ней или... Конечно. Конечно. Выбегу, да? Я побегу. Слушайте себя и свое сердце. Она вас точно приведет куда нужно. Мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Василий, 26 лет, номер 2947. Заместитель директора в компании по производству и продаже зоотоваров. Увлекается страйкболом, фотографией. Любит кататься на сноуборде и велосипеде. Ищет девушку, которая любит кошек и следит за фигурой. Мария, 26 лет, номер 2948. Консультант по налоговому законодательству в консалтинговой компании. Любит гулять на свежем воздухе и рисовать. Балует близких своими кулинарными шедеврами. Надеется встретить заботливого и ответственного мужчину, для которого семья – это смысл жизни. Мы не знаем, выйдет и одна Элис избранник. Я приглашаю всех. Выходите. Давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Успокойся. Мы знали, что вы назовете. Я разволновалась. Сегодня у нас есть пара Илья и Александр. Если вы тоже хотите обрислить свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-семейник героя на номер 4151. Я, Лариса Бутеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Как дела, Сереженька? Я не приеду, как бы, и забудь вообще ово всем. Ч-ч-ч-ч, Сережа. Этот молодой человек сделает все, чтобы не жениться. Дело в том, что он приходил ко мне каждый день. Вечером ни бутылочки вина, ни курочки с собой. И Яна решила погулять. Куплю сейчас яйца, да самые дорогие. Чувствую, я как бы чувствительная, да, и чувствую позади шаги. Вы всегда будете такой чрезмерно активной по поводу и без повода. Что ты? Не просто плоди, кровь, а ты тот, а я так. Субтитры подогнал «Симон»